добрый день дорогие друзья в эфире программа ждем гостя зурабом 2 ли и сегодня мы хотели бы рассказать вам о достаточно уже большой казахской диаспоре в грузии ноги из переехавших из казахстана в тбилиси батуми начали не только новый этап своей жизни но и организовали достаточно успешный бизнес и хочу вас познакомить с нашей героини айгуль которая расскажет о своей истории как она оказалась здесь в тбилиси все началось с того что я привезла детей на курорт сюда детям очень понравилось мы остановились сначала в батуми около года мы прожили в этом прекрасном городе а потом мы переехали в тбилиси так как город большой также как алмата двухмиллионник то есть долго уговаривать вас не пришлось до остаться в грузии нет меня абсолютно не нужно было уговаривать и детям понравилась эта страна здесь также тепло как и в алмате предложили свои же казахи начать с такой вот небольшой кухни поддержали меня свои же дело в том что страшно начинать что-то новое для меня это был новый бизнес хотя казахстане в астане у меня был небольшой бизнес детский сад и образование у меня закончила технологический институт ресторан это совсем другая вещь это другой бизнес и и я боялась конечно я боялась всего новое а менталитет грузинский другие традиции обычаи язык другу это не напугало никак не знаете нет абсолютно менталитет он очень сильно похож на нас у нас очень большие застолья много родственников но абсолютно все похоже есть семейные ценности я слышал одинаковые до семейные ценности одинаковые айгуль а что представлять сегодня себя казахская диаспора грузии люди каких профессий приехали чем они занимаются здесь сейчас очень много молодежи среди них очень много айтишников эти ребята приходят часто ко мне когда скучают по национальной казахской кухне и не только айтишники есть и музыканты которые работают здесь есть художники вместе спортсмены есть еще крупный бизнес насколько я знаю доказать есть крупный бизнес есть гостиницы есть и рестораны а начнем из кого с кем начнем знакомиться а давайте начнем с художницы очень хорошо давайте какое замечательное атмосферное место куда ты меня привела скажи это студии гульнары ути война традзе моя землячка очень приятно зураб с гульнары мы познакомились давно еще 2015 году дети мои стали интересоваться живописью и я привела в студии интересовалась кто из наших земляков здесь есть люди откликнулись и сказали есть очень хороший педагог из казахстана и мы приехали конечно же вот и двое моих детей они занимались в на ручке и многому чему научились вас покидаю но ненадолго ненадолго жду вас у себя гости с удовольствием придем гульнара вот вы приехали в грузию и лисе как началось вот это вот знакомство с этим городом и как вы обрели вот эту студию и начали дарить детям вот у радость общения с творчеством живописью с искусством расскажите вашу историю но у меня очень такая сложная и долгая история потому что у меня муж был грузин начиная 90 года я все время каждый год сюда ездила а в 2001 году мы уже решили сюда переехать но к сожалению мой муж скончался неожиданно и я осталась одна тут двумя детьми ну а так как я по профессии художник-педагог я закончила алматинский художный институт имени абая и художник-графический факультет и так как я в 21 год там в казахстане уже была руководителем художественной школы которые я сама организовала там поэтому у меня можно сказать чесались руки сделать здесь такую же студию используя свой опыт надо было вставать на ноги тут все-таки для меня это новая страна детей растите я работала шила потом я работала для кино для театров было очень интересно с такими знаменитыми людьми общалась как ахи кафсадзе у меня появились и люди которые дали мне детей своих для рисования там и родители предложили что если вам открыть школу то есть это было предложение родителей я нашла помещение открыла тут же и вот до сих пор кстати есть дети которые столько лет еще с тех пор ходят ко мне занимаются при школе до а как тебя зовут меня зовут вероничка красавица ты наша а что ты вероника рисуешь цветочек рисуешь ай какая молодчина а вероники всего четыре с половиной горы с половиной вот у нас петя ему семь лет он очень петя ну-ка покажись ох ты красавчик до петя у нас тоже недавно ходит хорошие успехи у него здесь у нас вот видана сидит а кстати но она первый раз рисует значит на холсте и кстати насчет интернационала у тебя у меня мама грузинка папа азербайджан вот видите вообще слушайте ну прямо какой-то абсолютный интернационал у вас все нации представлены в грузии а вот здесь у нас михаил михаил здравствуйте лепкой занимается михаил буду лепит да да у нас было несколько лет назад выставка называется я живу в старом городе я детям провожу экскурсии пленеры и мы все смотришь вы еще и про город рассказать конечно да я историю города хорошо знаю история взаимоотношений казахов и грузина на несколько веков так сказать насчитывает и все началось при грузинском царе давиде строитель это 12 век когда он женился сперва на дочери кипчакского хана гурандухт по-моему турандот а потом ее гурандухт перекрестили и пригласил 40 тысяч семей кипчахских потому что грузия вела все время войны нужны были так сказать бойцы солдаты и вот тогда кстати кипчаки сыграли огромную роль в битве при дидгоре и вот это в памяти осталось по моему и у грузин и у казахов эта история я честно скажу что молодые уже казахи они не знают эту историю и когда они сюда приезжают они готовы нам как хорошо здесь не чувствуем себя как дома но не в этом дело здесь лежат наши предки и духи предков нас зовут потому что у казахов нужно как бы помнить этих предков под уже предки нас охраняют вот гульнара я открыла нам секрет почему казахи так любят грузию переезжают сюда жить галины сомнутые стопы направлены на себя я хочу представить замечательную девушку из казахстана раушан бурки табаеву который ведет свой фитнес-класс в центре тбилиси и уже хорошо знают к ней записываются в группу и первый вопрос как оказались в тбилиси банально это все любовь а я вышла замуж у меня уже практически наверное взрослая дочь ей 16 удивительный ребенок мы ей очень гордимся очень как рады ее зовут конечно же не но то в казахстане мне казалось что это очень редкое необычное и я рада что мой ребенок однозначно точно причислять себя к грузинской культуре но помню что вторая родина ее казахстан то есть она говорит на нескольких языках она пример мультикультурности наверное и вот такого симбиоза вот эта тенденция она очень интересна да казалось бы носители двух совершенно разных очень похожи мы гостеприимные мы дружелюбные мы гордимся собой и друг другом мы также вот обожаем детей уважаем стариков роли мужчины роли женщины базовые системные ценности у нас совпадают абсолютно как легко удалось найти себя в профессии в тбилиси мне повезло у меня прекрасная профессия а я фитнес инструктор с большим опытом я проработала очень много лет в системе ворд-класс я приехала сюда уже состоявшийся взрослым инструктором с большим опытом с багажом я могу все но в данный момент я преподаю и стараюсь преподавать наверное больше физкультуру лечебно-профилактическую я в первую очередь выучила команды на грузинском языке я была готова работать с грузинской публикой с грузинскими клиентами все команды и части тела я говорю на грузинском половину урока я веду на грузинском и благодарна студии нашей фитгалери которая дала мне возможность работать прекрасный сал прекрасные условия прекрасное руководство вот прям очень все люблю сложил люблю работу да у меня все сложилось я счастлива я хочу представить еще одну замечательную девушку из казахстана за риму которая имеет популярный винный погребок центре старого города тбилиси который называется гиоза да какое странное назвать очень все думают что это и всякие китайские пельмешки на самом деле на самом деле это мы совместили имя георгия моего супруга и моё заре а то есть супруг грузин у вас я значит родилась в казахстане до 6 лет жила в казахстане потом моя мама вышла замуж за бельгийца там я выросла жила училась потом приезжала грузию каждый год стабильно что влекло в грузию я влюбилась в страну в людях менталитет в гостеприимство очень дружно у вас казахская диаспора здесь тбилиси вы с ними общаетесь поддерживаете связь вот как это все происходит по мере возможности у меня на самом деле мало времени свободно у меня двое детей еще вторая работа онлайн то есть я пытаюсь все совмещать и иногда то мы заказываем бешбармак приходим покушать бешбармак такое-то ключевое так сказать название любимого блюда потому что все казахи говорят что бешбармак это обязательно надо сходить попробовать я по образованию дизайнер одежды это была моя мечта с детства я художники рисую картины то есть я прошила я училась в париже у меня была совсем другая жизнь так как моя мама мне как приданное это место подарила то есть чтобы мне было преданное мы решили сделать винный парк моё любимое вино да конечно же удалишь удалишь и понятно не тоскуете показаться тоскую но я же у меня там отец живет и я периодически туда заведываетесь а как с грузинским языком я могу все понять что вы говорите например сакартвелос гаумарджус сказала зарема да здравствует грузия я присоединяюсь удовольствием к этому тосту и плюс да здравствует казахско-грузинская дружба таги мальчус а а Наш клуб называется Пилисская Академия Дайквондо. Второй год практически как функционирует. Я смотрю, очень много девочек у вас тренируется. Чем это вызвано? Ну, популярно среди девушек этот спорт. Не такой травматичный, как другие виды контактного спорта. Все, тело защищено. Начиная от ног, заканчивая головой. Еще один наш герой, также связанный корнями с Казахстаном. Возглавляющий школу Тайквондо в Тбилиси Джейран Бендельяне. Вот расскажите, пожалуйста, вашу историю. Ну, я сам наполовину казах, по отцу я грузин. Мама казашка, покойная, как и отец, к сожалению. Мы жили в Сухуми, в Абхазии, в те тяжелые 90-е годы. Пришлось уехать на родину к матери. Вот. Можно сказать, начали мы там все с нуля. Наши родственники помогали нам, чем могли. Вот. И тяжелым трудом родители смогли, так сказать, поставить семью на ноги. Вы знаете казахский язык, да? Да, да, конечно. Абсолютно верно? Арини годами тренировался в очень сильной школе на то время в Казахстане. И сейчас очень сильная школа. А давайте назовем эту школу. Школа Мустафы Остюрк. Известная персона в Казахстане Мустафа Остюрк. Не только как спортсмен, но и как патриот своей страны. Он развил этот спорт не только в Казахстане, но и в Турции, в Германии очень хорошо знает. Очень много не только спортсменов, но и тренеров, кто сейчас продолжает его путь. Как и в Казахстане, вот как видите, в Грузии тоже. Довольно большая казахская диаспора сегодня в Тбилиси. Вы общаетесь, встречаетесь? Мы, во-первых, у нас есть общий чат. Мы все общаемся очень, так сказать, близко, да, часто. На Науры встречаемся, конечно. Кроме этого, есть, конечно, и другие праздники. Но в основном все эти праздники вокруг семейных, так сказать, всяких традиций. Тай-квондо достаточно, наверное, молодой вид спорта, да, в Грузии? Ну, для Грузии с 90-х годов начало развиваться. Сейчас я могу уже смело сказать, что идет бум этого спорта. Я хочу вас поблагодарить за интервью и пожелать больших спортивных достижений вашей федерации. Спасибо вам. Спасибо вам. Когда был Советский Союз, и моего папу, как винодела, отправили в Казахстан, чтобы он открыл там винзавод. И получается, мой папа Кабаладзе Отариполь Векторович был главным виноделом Алматы и Алматинской области. Моя мама украинка, и ее родители в 55-м году переехали с Украины в Казахстан поднимать целину. Это тоже было модно. Тоже советская история, конечно, конечно. Ну, и, собственно, моя мама работала у папы бухгалтером. Так и родилась Маргарита. Ясно. Как давно вы как вернулись в Грузию? Я вернулась в 2019 году. Чем сейчас занимаетесь? Сейчас у нас семейный бизнес, мы занимаемся машинами. Чем обусловлено то, что казахи в последние годы стали очень активно переезжать в Грузию и начинать свой бизнес? Кто-то переезжает здесь открывать бизнес, кто-то переезжает сюда, потому что человеку просто здесь очень нравится. Очень нравятся природные условия. То, что в Казахстане все-таки очень холодно зимой. Здесь зимы такой нет. И, соответственно, насколько я знаю, общаясь с казахами, которые живут в Казахстане, что их очень это привлекает. Природа. Природа, да. И климат. Природа, климат. Альфия подруга Айгуль и занимается очень важной правозащитной деятельностью. И я, насколько знаю, вы все время поддерживаете связь с Казахстаном и пытаетесь помогать многим пострадавшим. Наш фонд «Не молчи» – это фонд помощи жертвам насилия, женщинам и детям. К сожалению, это волонтерский фонд, поэтому мы не можем охватить помощь всем желающим. Наш президент, который все это начала, Дина Танцарей, она выбрала именно это направление – женщины и дети. Я, как оператор «Горячей линии», все время сталкиваюсь с проблемой того, что законы практически не работают в плане помощи женщинам в семейно-бытовых насилиях, при избиениях. У нас существует ювенальная полиция и не существует ювенального кодекса. Абсолютное несовершенство законов. Дина 7 лет уже ведет эту обрыву именно за изменения в законодательстве. У нас «Горячая линия» на казахский номер. Она круглосуточно практически включена. Мы работаем с правоохранительными органами, с инспекторами по защите женщин. Неужели такого масштаба это беда? К сожалению, мне очень хочется донести, что это масштабы из-за безнаказанности. Необходимо ужесточить это, иначе это будет очень-очень… это плохо закончится. Это как снежный ком будет только расти. Конечно. Когда мы приехали в Тбилиси, для меня был шок. Ребенок ходит везде. Я отпускаю ее куда угодно. Безопасно. Безопасно абсолютно. У меня есть пример, который я могу сказать, ну вот посмотрите, они же смогли, почему не можем мы? Почему наши дети должны в 9.00 быть дома, а подростки в 16, в 15 – это время концертов, дискотек и так далее. Они должны чувствовать себя абсолютно безопасными. Здесь это есть. То есть это еще одна сторона привлекательности Грузии, вы думаете, да? Да, да. Я прям уверена в этом, что это вот то самое, что нам сразу легло на сердце. Итак, мы в гостях у Айгуль в ресторане «Алматы» и делаем одно из самых популярных и известных казахских блюд. Бешбармак. Это основное блюдо казахского. Основное. Конечно же, конину используем. Конечно же. Должно быть тесто, раскатанное тоненько, сваренное в бульоне. И сверху уже идет мясо. Это вот конская колбаса. А это колбаса. Да. Вот это вот копченая. Копченая, так. Это вареная. Вареная. То есть конина всегда на казахском столе должна присутствовать? Да. Обязательно. Это вот… Обязательно. Это эталон, да. Это любое мероприятие. Это когда выдаешь замуж, женишь детей, подается в первую очередь бешбармак. Сегодня у нас необычный день в ресторане, да? Ждем ваших гостей. Вот как часто вы такие устраиваете, как модное сейчас слово, ивенты, как говорят, приемы? Вы знаете, бешбармак у меня готов каждый день. Ага. То есть это обязательно. Да, это обязательно, потому что приходят люди, они скучают по родине и в первую очередь хотят покушать бешбармак. Это как грузины, которые хинкали ищут за границей, да? Вот мы уже раскатали тесто. Так, готовое тесто мы отправляем в бульон. Оно варится, и бешбармак наш готов. Мы добавляем каззе. Это вареная колбаса. Блюдо уже готово. Остается только разложить. Садимся за стол. За настоящим казахским столом сегодня ваши близкие друзья, соотечественники, как говорится. Мои земляки. Мои самые близкие люди, которые поддерживали все эти годы меня, сподвигли на этот бизнес. Представляю вам Альберта. Он у нас врач, репродуктолог. И я уже здесь живу, работаю уже три года. Мне здесь нравится. Я готов продолжать свою работу. Помогать в том числе и в первую очередь людям, которые здесь живут. Обрести счастье материнства, стать родителями. Рада приветствовать сегодня в такой прекрасный день матери в Грузии. Хочу всех поздравить мамочек. В Грузию, именно в Тбилиси, в город, я в свое время попала, так скажем, в силу своего семейного положения. У меня супругрузин. Я обрела здесь своих идейных, так сказать, друзей. И, конечно же, мы очень часто встречаемся, пересекаемся и общаемся. Айгуль, знакомьтесь дальше. Вот она наша красавица Наиля. Она приехала из Алматы и представляет здесь кофе. А, бизнес-леди. Бизнес-леди. Мы производственная компания, пять направлений. Мы обжариваем, продаем на B2B, на B2S. И академия, мы занимаемся образовательным. Это молодые люди, которые хотят стать бористами. У нас инклюзивный центр, то есть с детьми с особенностями. Слушайте, как интересно. Я даже ни представления не имел, что такое есть в Билиси. Ярким представителем грузино-казахской дружбы является Джейран, который воплотил в себе все самое лучшее, что есть у казахов и грузин. Мне кажется, что вот такие застолья, такое общение, оно как бы очень важно для людей, которые связаны с далеким для Грузии Казахстаном. Во-первых, с праздником, с Днем Матери. Ценей человека, наверное, нет на земле. Конечно. Любовь я знаю от матери. Само чувство понятия любви знаю от матери. Пусть у кого есть мама, пусть она будет здорово. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в съемках нашей программы. И от нашего казахско-грузинского стола я хочу обратиться ко всем нашим телезрителям и телезрительницам и вас также поздравить с Днем Матери. Будьте счастливы и всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok